привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете уникальнейший рецепт омоложение дряблой кожи на лице эта маска очень эффективно разгладит морщины сделает кожу упругой эластичной маска подходит для ежедневного применения если эту маску вы включите свой недельный уход то эффект после этих масок вы заметите маска очень простая всего три компонента видео будет полезным информативным поэтому устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра и мои дорогие сегодняшний рецепт основан также на крахмальной заварки практически то средство которое универсально и которые можно использовать в различной рецептуре разных масок кто еще не смотрел и кто впервые возможно смотрит мои видео обязательно посмотрите видео которые я показывала вчера да кстати видео на моем канале выходят каждый день 6 видео в неделю и по воскресеньям в 1900 мы с вами общаемся в прямом эфире подводим итоги обсуждаем масочки строим планы на следующую неделю в общем то таким образом я с вами мои дорогие взаимодействию и давайте приступим для приготовления этой маски нам понадобится одна столовая ложка крахмала крахмала этот готовится очень просто берем одну столовую ложку обычного сухого крахмала заливаем его водой так чтобы вода покрывала полностью крахмал ничего страшного если воды будет больше чем вы возможно хотели бы добавить но главное чтобы консистенция получилась вот такая готовим его на медленном огне постоянно помешивая вот 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 этот состав крахмала можно хранить в холодильнике как заготовка для различных домашних масок это идеальный компонент поэтому очень люблю использовать крахмал эффект от него просто великолепный он хорошо подтягивает кожу эффект ботокса уплотнение кожи вы заметите сразу после первой масочки и так нам понадобится 1 столовая ложка крахмала затем в этот состав добавляем 10 капель сока лимона эта маска очень хороший осветляющий освежающий эффект дает поэтому сок лимона можно использовать как в чистом виде просто взять и отжать лимон и добавить 10 капель можно взять также концентрат можно использовать в этой маске и витамин c можно использовать и витамин c в таблетках либо в ампулах из аптеки тоже можно добавить одну ампулу либо одну таблеточку либо 10 капель натурального сока лимона либо 10 капель вот такого концентрата как у меня так вот я лиманул и я вижу что это как раз и есть 10 капель после добавления сока лимона нужно все тщательно перемешать для того чтобы все ингредиенты между собой очень хорошо подружились следующий компонент который очень хорошо омолаживает кожу это конечно же органовое масло органовое масло можно купить в аптеке можно купить в интернет магазинах на разных ресурсах она в открытом доступе вполне доступно приобрести органовое масло и если вы приобретаете органовое масло то применение его в домашних масках просто великолепно омолаживает кожу и добавляю одну столовую ложку органового масла да кто не знает где купить ссылку оставлю первым закрепленном комментарии там где мы покупаю я и затем нужно все очень хорошо перемешать маску эту можно наносить и каждый день лучше всего наносить эту маску курсом в течение четырех или пяти дней вот этой порции хватит для использования в течение двух дней если вы хотите порцию сделать побольше и заранее то соответственно увеличьте дозировку можно использовать в приготовлении как и ложки чайные если вы хотите маленькую порцию сделать так и десертные вот как у меня так и столовые ложки использовать в приготовлении главное чтобы пропорции вот те которые я вам предлагаю соблюдались лучше всего эту маску наносить в дневное время дня после нанесения этой маски применение этой процедуры лучше всего не пользоваться декоративной косметикой и дать коже хорошо отдохнуть после того как маску смыли все равно эффект и работа этой маски будет продолжена еще в течение примерно одного часа наносить эту маску по кожным массажным линиям на распаренную хорошо очищенную кожу лица можно наносить на кожу вокруг глаз на шею на зону декольте григорий баба д об держать эту маску не меньше 30 минут после истечения этого времени маску смываем сначала размочив это лицо с этой маской теплым влажным махровым полотенцем смачиваем полотенце в теплой воде прикладываем к самой маски держим примерно одну минуту затем протираем кожу лица этим полотенцем и хорошо промываем кожу сначала теплой водой затем прохладной водой затем можно нанести легкий увлажняющий или питательный крем маску эту можно держать в холодильнике до 5 дней лучше всего конечно же в закрытом виде и обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица домашних условиях и я надеюсь что вы как всегда с пользой удовольствием провели вместе со мной время а с вами была оксана до новых встреч всем пока пока